Сейчас мы с вами разобрались с главными отделами тела, голова, половище, плоско. И начинаем с вами с конструкции самых простых исходных позвоночников. А исходные позвоночные – это рыба. Если уж быть совсем строгими, то позвоночные происходят чуть меньше полумиллиарда лет назад, около 450 миллионов лет назад. Это древнейшая группа, у которых по идее все с тем уровнем вроде как есть, кроме одной важной детальки. У них еще нет челюстей. Поэтому эту группу так и будут называть бесчелюстные. А бесчелюстные до наших дней с ордовика доживают только две совсем небольшие группы. Первая – ноги, вторая – мексины. Вот это последние остатки, древнейшая конструкция позвоночника. Но дело в том, что уже в следующем периоде, в Семууре, на основе древних бесчелюстных, возникают хорошо нам знакомые два разных варианта. Один из которых казался попекун, а второй вполне себе дал все остальное. Два разных класса рыб. Крещевые рыбы и постная рыба. Итак, сразу разберемся, почему от хрящевых рыб никто дальше не произошел, а от костных происходили все на свете. На самом деле, все здесь зависит от того, как устроена хрящ и как устроена кость. Скопление клеток хряща. Что из себя представляет? Если я взял кусочек хряща, сделал тоненький-тоненький срез и засунул под микроскоп. Что я вот вижу? Вот отдельные клетки, хондроциты. Каждая из которых выделила порцию очень плотного студия. Этот студий не называется геолин. Такой хрящ будет называться геолиновый. Так, крещевая ткань обладает совершенно уникальной возможностью. Вообще-то, каждая клетка должна получать кислород, питательные вещества и избавляться от отхода. Берем хрящевую орган, даже достаточно крупную. Нужно ли в него вводить кровеносные сосуды внутрь? Нет, нельзя. Дело в том, что студень, так же как кисель, это один из вариантов раствора. А сквозь любой раствор диффузия вещества пойдет, сквозь растворы отлично идет диффузия. То есть молекулы сами пойдут в ту зону, где их меньше. А это значит, на поверхности хрящевого органа создаем серку сосудов, а дальше, а дальше вещества сами идут в клетках за счет процесса диффузии. Просто. Внутри хрящевых органов никаких сосудов нет и высмотрено. Но теперь, можно ли построить что-нибудь прочное из железа? Нет. Зачем используется геонидная хрящевая? А это гениальная смазка. У нас есть совершенно любой сустав. Вот такой сустав. Если мы подберем мышцу, одно схожилие с этой стороны, а второе схожилие с этой стороны. Вот так. Эта мышца сократилась. Что произойдет с суставом? Сложится. Да, он сложится. Это уменьшится. Хорошо. При этом, общаясь при сокращении, мышца будет пережимать одну суставную голову в другую? Ну и скажите, что с неизбежностью возникло между поверхностями суставной головы? Трение. А в результате трения, что с поверхностью сустава должно произойти? Она просто раскрошится и разрушится. Ну, кроме того, что это адски больно, это означает, что очень скоро сустав потеряет возможность двигаться. Он деформируется. Как защитить? А дело в том, что на всех суставных поверхностях находится слой вот такого геолинового хряща. Смотрим, что мы получили. Вот у вас, если бы кости соприкасались без этих просорок. Кости вообще твердые? Да. Твердые. Берем даже идеально отполированную кость. Как по-вашему, если взять хороший микроскоп, это лечение пара тысяч раз, и посмотреть на идеально отполированную поверхность. Она такая гладкая на самом деле или нет? Микронеровность, конечно, есть. Берем две твердые поверхности. Вот микронеровности на одной. Вот она. И вот на другой. А теперь я прижал одну поверхность в другую и пробую двигать верхнюю пластину. Что произойдет? Они начнут стираться, сломаться. Да, они просто начнут цепляться друг на друга за друга. И для того, чтобы сломать вот этот пульс, усилие надо затратиться. А не надо, он сам сломается. То есть возникнет трение, а он может со временем... А что такое трение? Трение от движения. Нет, ничего подобного. Движение от движения, трение от трения. Ребята, а вот это и есть то усилие, которое затрачивается на преодоление трения. Это усилие разрушения вот этих пульсов. Можно ли их как-то двинуть так, чтобы ничего не разрушилось? Да, давайте смазку. Можно, конечно, заполнить смазкой, которая просто не даст прижиматься. Хорошо, а теперь я делаю другую штуку. Я вот эти контактные поверхности собрал не из твердой скалы, а поверх скалы слой желе. Абсолютно гладкий слой желе все равно нельзя сажать. Вот неровности на этом слое желе, а вот неровности на этом слое желе. Я их прижал друг к другу и стал двигать. Будет ли разрушаться желе? Что оно будет делать? Да, оно будет просто променяться. Вот я повысил давление на этот участок, он взял променяться. Повысил давление на этот участок, он взял променяться. Как по-вашему, какие усилия больше? Усилие на разрушение или усилие на деформацию? На разрушение. А значит, что с силами трения происходит? Вот если я поверхность сустава покрыл слоем диаминного хряща, Какое трения будет? Деаминная хряща – это студия. Резко уменьшилась. А самое-то главное. Будет разрушаться поверхность сустава? Нет, не разрушается. Так что все поверхности сустава всегда покрыты диаминным хрящом. Но оказалось, что можно из него еще и скелет собирать. Им на поятном пути пошли хрящевые рыбы. У них в скелете просто ни одной гости не было. Что за конструкция такая? Какая конструкция? Вот они, хондроциты. Каждый из них создал порцию жилет. Эти порции срелись. Но на этом дело не кончилось. Каждый из хондроцитов, получая за счет диффузии питательные вещества, начал синтезировать и осаждая вокруг себя кристаллы углекислого кальция, извести. А на самом деле это скала. В результате у нас образуется вот здесь скопление кристаллических решеток. Это уже не просто желе. Это желе с каменной арматурой внутри. Скажи, пожалуйста, вот это прочная или непрочная ткань? Возникла. Да, вполне прочная. Только чуть-чуть менее прочная, чем постная. Называется будет минерализованная хрень. Только у него есть одна не очень хорошая особенность. Может ли диффузия веществ проходить свободно сквозь кристаллические решетки? Вот так. Не пойдет. То есть она идти-то будет, но примерно миллион раз медленнее. В результате будут ли клетки внутренней части такого хряща получать питательные вещества и кислород достаточно конючен? Нет. Такие скелетные элементы как устроено. Берем даже какой-нибудь здоровый алкоголь. Могучие скелетные элементы. Позвонки вот такого диаметра. Вот такой череп с вот такой толщиной стенки черепа. На самом деле даже, я не знаю, там из револьвера не прострелишь. Могучая защита. Только по всей этой толщине, вот толщина стенки, да? Вот он слой живых клеток, вот и слой живых клеток. А вот здесь внутри, а здесь внутри ничего живого. Здесь внутри скала. Ну и на самом деле, господь снесет скалой. И пока живые существа сидят в воде, такая конструкция оказывается вполне нормальной. Но дело в том, что как только вылезли на воздух, возникает некоторая неприятность. А неприятность вот такая, самая большая из когда-либо существовавших животных, синий гиб, да? И вот он дыхает неподвижно виси где-нибудь из своих оптических морях. Если в это время из китрицы, или какой-то дайвер, взял подплыл под синего кита и подсунул к нему весы. Скажите, пожалуйста, что покажут весы при попытке взвесить кита, который висит в воде, отдыхает? Ноль. Кит в воде весит строго ноль. А куда делся вес? Владимир. Ага, для старших фракций, для тех, кого началась физика, про Архимедову силу слышали? Да. Сила тяжести полностью уравновешена, действуем Архимедовой силой. Вес ровно нулевой. Хорошо. А теперь кит решил прогуляться по берегу, на берегу, вылез. Слушай, на земно-воздушной среде обитания. Архимедовая сила в такой степени будет действовать? Нет. И тут же выяснилось, что мы весим за сотню тонн. Скажите, пожалуйста, а скелетка это не приспособлена или нет? Нет. Нет. Совершенно не приспособлена. Одна из причин, кстати, почему китые и дельфины погибают, оказавшись выброшены на берег. Таких причин две. Когда кит в воде, его вес равен нулю. Поэтому для того, чтобы вдохнуть, надо расширить грудную клетку. Для этого надо преодолеть просто упругость ткани. Ну, поскольку в стенке тела укропия и мышцы, которые раздвигают ребры, рассчитаны на эту работу. Теперь из-за ошибки глюка гидролокатора дельфин и ликит оказываются на берегу. Что надо делать для вдоха? Вот он лежит на берегу. Отжиматься. Потому что вес тела, плющевое тело придавливает к земле. А ваша задача раздвинуть ребра для того, чтобы воздух пошел к плющу. Надо, чтобы межреберная мышца развили усилия достаточны для поднимания тела. В этом режиме достаточно скоро с любым китом, любым дельфином. То есть, другими словами, масса тела дает на лёгкие? Нет, на лёгкие ничего не дают. В принципе, ничего не дают, не могут дать. Стенки тела имеют костяную армакулу, которая как называется? В районе лёгких. Рёбра называются. Лёгкие находятся в пещере, в целоме. Но для того, чтобы они стали всасывать воздух, что надо сделать с объёмом этой пещеры? Увеличить. А для этого надо полкнуть вверх, готовить всю голову. Пока мы в воде сидели, без горы, был скомпенсирован архиментовой силой. Теперь мы оказались на сути. Архиментова сила нам не поможет. Какие мышцы должны поднимать тело для каждого друга? Межреберная. А они для этого приспособлены? Ну, есть ещё одна причина, которая касается китов и дельфинов. Но это уже отдельно. Они от перегрева погибнут. Дело в том, что избытки тепла в воде очень легко уходят. Вода хорошо продает тепло. А воздух отличный теплоизолятор. Поэтому избытки тепла будут оставаться внутри тела. Произойдёт патологическое повышение температуры. А нервные предки при температуре плюс 42,5 отказываются формировать нервный импульс. Это они критическая температура. Просто перестаёт работать один из белков. Сталина-триевая дельфаза. А если перестали слать... Они не умерли. Они просто перестали. Они остаются живыми. Но перестали слать нервные импульсы. Что будет с организмом? Какие идеи? То есть вы не сможете ходить, бегать и так далее. А ещё что не сможете? Во-первых, мускулатура вдоха-выдоха не получает сигнал, а значит у вас остановит дыхательное движение. А во-вторых... Остановка сердца. Сердечные мышцы будут получать сигналы или нет? Если сигналы прекратились. Нет. Сердце остановка дыхания. Даже внутри тела у позвоночника температура выше 42,5 не бывает. Это перечистое. Снаружи... Ну я не знаю, я в сауну как-то хожу. Мы сидим в повилке, там, 105-107, и ничего вроде, никто не помирает. Но если в это время пометить температуру печени, какая она? Она всё равно ниже 42,5. У здорового человека между 37 и 37,5. Всё. Это задача покровов. Либо удерживать излишки тепла, либо наоборот их выбрасывать. А внутри тела всё должно быть строго стабильным. Хорошо. Ну и теперь, почему костная рыба? Послужили основой для происхождения амфибий, от которых произошли рептилии, от которых происходим мы с вами, прикоплетающие птицы. Правда, такого никто не произошёл. А теперь давайте смотрим. Звери вылезли из воды, из родной стихии, на суше. На суше архимедового сила действует или не действует? Не действует. А теперь, кто понимает, какой вариант травмы называется переломом? Что такое перелом? Это было возрастение. Смещение костей? Нет, смещение костей в составе, как называется? Малоукость. Выбег. А перелом – это разрушение костя. Представьте себе, в какой ситуации рыба или дельфин, или дюлень, находящийся в воде, может получить перелом? Но если когда сильная волна, то выпрысок выбрасывается на суше. Не, 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 если не может уклониться от сильной волны, то это дурак. И, естественно, отбор дураков просто не жалует. Вычёркивает. Если какая-нибудь отличие застряйте? Где застряйте? Вот это интересно. В воде застряйте? В воде застряйте. Между камнями застряйте. Опять же дурак. Ребята, окружающий мир вообще-то как встроен. Это вы, городские дети 21 века, привыкли к тому, что с вами ничего и никогда не случится. Что вас защитят. А вообще жизнь устроена совершенно иначе. Можно ли делать в глупости? Да, можно. Чем платить будешь? Жизнь. Расплата за глупости очень простая. Другой просто не бывает. Да? Значит, ну а о дураках чего говорить? Это неинтересный разговор. Значит, это неудачные варианты конструкции, которые просто отбраковываются. Хорошо. А теперь давайте подумаем, а на суше перелом возможен, ведь травма или нет? А почему в воде? Считай невозможное, а на суше возможно. Да? Потому что в воде действует, а не мягко. Разумеется, у нас здесь появился вес. А плюс к этому. Пробовали когда-нибудь бежать сквозь полу? Да. Ну, зайти по пояс, допустим. Да, да. Что-нибудь получается? Дело в том, что вода, обладая высокой вязкостью, тормозит движение. Поэтому, если вы на суше упали с высоты 5 метров, что с вами будет? С высокой вероятностью поломались. А если вы под водой упали с высоты 5 метров? Ну, во-первых, сама задачка упасть куда-нибудь, это сложная задача. Это понятно? Под водой-то упасть почти невозможно. Но даже если вы упали, значит скорость вашего движения сквозь воду достаточна или нет для того, чтобы получить травму? Хорошо, вы падали сквозь воду километр. Какую скорость вы набрали? Ну, обалденную скорость 30 километров, извините, 30 сантиметров в секунду. Значит, при такой скорости вы чего-нибудь себе сломаете? Нет, не ясно. Никогда. А можно вопрос? Можно. А что вы здесь, если упадешь с воздуха в воду с высоты 20 метров? А, да. А здесь возникнет неприятная вещь. Сквозь какую среду продвигаться проще? Сквозь воздух или сквозь воду? Сквозь воду. Сквозь воду. Что будет со скоростью вашего падения? Она седу. Ага. А что будет при этом с вашими внутренними органами? Вот они двигались со скоростью высокой, взяли и остановили резко. А они по инерции врежутся. Вот ваш головной мозг во что врежутся? Он двигался со скоростью нижнего основания черепа. Ваш желудок, кишечник, селезенка, печень врезались в таз. Что у вас при этом произойдет? Страва внутренних органов, которая приведет к внутреннему кривоизвлиянию и всяким прочим неприятностью. То есть когда прыгать с большой высоты в воду, так, неумелому человеку смертельно опасно, он просто разобьется обувь. То есть я мог умирить, когда занимался опасением? Нет, нет, нет. Если вы учитесь, начиная с небольшой высоты, и к вас готовят инструктор, то вас учат правильно входить в воду. Одно дело, если вы всей поверхности тела плюхаетесь, и вы одновременно затормотитесь всей поверхности тела. А другое дело, если вы вошли строго ногами или строго руками. В этом случае вот такая небольшая точка вхождения раздвинулась в среду перед вами. И ваше тело дальше в этот газовый коридор пройдет свободно. Вы тормозите не за сотую долю секунды, а за две секунды. Не настолько резко. Если вы вошли в воду на плоскую стопу, не оттянув носки, что будет с вами? Ну, стопа ладно, в конечном итоге протезы на ноги стоят. А вот протезы на полостные органы, на половую систему, на пулочке. Да нет, можно, конечно, взять и заменить все полостные органы. И будете все же этим привязаны к вот такому тюку с аппаратурой. Неправильное обхождение в воздух с большой высоты – это очень опасно, что тема. В это лучше не играть. Возвращаемся. Итак, почему о переломах заговорили? Если скелет состоит из деталей, которые живы только на поверхности, а внутренняя прочная часть мертвая, то такой скелет умеет сам себе ремонтировать? Нет. Ну, как же отремонтировать внутреннюю часть, если здесь нет живых рабочих? А если весь скелетный элемент состоит из живых тканей? Ну, тогда еще можно было бы вовремя. А вот тогда возможно. А вот это вариант костных тканей. Костная ткань живая на всю глубину. Поэтому от хрящевых рыб наземных живых существ не происходит, а от костных очень даже происходит. И что происходит при переходе из родной водной среды питания у нас? Давайте подумаем о том, как нормальная рыба продвигается сквозь воду. Какой орган ее толкает сквозь воду. Какие плавники? А вы ставите, что знаете, вы все двигаете? Боковые двигатели. Боковые все двигаются. Ну, мы говорили, что наше занятие называется живой организм как конструктор. Поэтому часть конструктивных терминов. Такой двигатель. Все понимают? Да. А скажите, пожалуйста, на основе одинаковых двигателей, допустим, двигатель сгорает, можно строить только легковой автомобиль или что-нибудь другое? Что-нибудь другое. Хорошо. А танк можно построить? Да. Отлично. А вот двигаться по земле, он будет так же, как автомобиль или не так же? Нет. Я не про скорость. Какие детали в конструкции будут приводить движение танк, а какие детали приводят движение автомобиль? Гусеница. Гусеница у танка. А, шоколёса у нас. И колёса у автомобиля. Так вот, здесь два разных понесия. Двигатель и движитель. Двигатель, движитель, это та конструкция, которая, получая энергию от двигателя, проталкивает вперёд. Вот двигатели у всех животных являются мышцами. Работа мышц обеспечивает энергию. А что является движителем? Что проталкивает вперёд-рыбок? Ребята, вот это никакие не движители. Вот он, главный движитель. Ростовой плавник. Вот это главный движитель. При этом он использует силу работы каких мышц? А всех мышц спины. Это самая сильная мускулатура у любого позвоночного. Длинные мышцы спины. Которая будет вызывать изгибание тела. При таких движениях хвостовой плавник отбрасывает лобом, проталкивая тело вперёд. А зачем нужны все вот эти спинные, крупные? Для управления. Для управления. Придите домой и сделайте простой эксперимент. Налейте ванну воды, немножко положительную доверенность карандаш и щёлкните по нему с одной стороны. Вот карандаш так по прямой плывёт? Нет. И вот тут же закрутят. Хорошо. А как немножко изменить кодекс-то им нету, чтобы он распрохнул с одного щелчка всю ванную? Во-первых, один конец карандаша сточить. Зачем? Чтобы поступать. Снять сопротивление переднего конца. Но этого недостаточно. Даже заточенный карандаш всё равно закрутят. Его нужно поставить, да, чтобы заточенный стабилизатор, чтобы он был так, чтобы заточенный стабилизатор был открытием. Нет, ну это понятно. Про это уже сказали. Ещё какие-то предложения? Стабилизаторы. Стабилизаторы. Проще всего взять половинку бритвенного лезвия. Вот карандаш у вас, да? Вот это конец я вот сточу. И взять вот так вот сюда. Ставить половиночку обманного жилета. Ну или любого другого бритвенного лезвия. Лучше всего, конечно, один кусочек вот здесь спереди, а второй кусочек сзади. Вот теперь будет он вертеться в воде или нет? Нет. Вот теперь штруб по прямой. Это боковые плодники и спинной плодник. Это стабилизаторы. А ещё это рули поворота и рули регулятора глубины. Работают они у большинства рыб достаточно просто. По своей конструкции это веер. Каждый такой плодник это веер. Что он умеет делать? Он умеет вот так разворачиваться, умеет складываться, умеет вот так махать. Имеет менять плоскость положения. Всё. Вот в этой части плодника одна мышца есть или нет? Нет. Значит, плодниковые лучи, соединённые соединительной тканой кружки. Но была одна группа рыб, которая до недавнего времени считалась полностью вымершей, которая обитала в совершенно адских условиях. Условия мелководного водоёма, который освещен до самого дна. А в этих условиях растения, а самое главное растение на планете, это, конечно, никакие не бабы-бабы, а микроскопические одноклеточные водоросы. Именно они выделяют 4 пяток кислорода, который есть в нашей атмосфере. Именно они создают 4 пяток еды на всей планете и так далее. Вообще идея, что чем больше, тем важнее, это идея чисто голливудская, к жизни не имеющая никакого отношения. Наоборот, самый главный участник – это как раз мелкие многочисленные. Возвращаемся. Мелкий удалён. Освещён до самого дна. А это значит, во всём объёме могут напитать водоросли. Водоросли за счёт спетосинтеза строят органику. Какое количество еды в таком водоёте? Очень много. Ед? Много. А еда – что такое? Вообще вся еда на наших планетах. Нет, понятно, что для вас еда – это то, что мама покупает универсально. А откуда она взялась в универсально? Хорошо. А органика – хорошо. А животные откуда взяли органику? Растения. И растения. Хорошо. А растения откуда взяли органику? Есть почвы. Нету почвы органики. Да. Растения. Разумеется. Растения и есть создатели пищи на планете. Точно. Значит, за счёт спетосинтеза они способны. В каждой клеточке своего зелёного тела строят новую порцию органики из неорганического вещества. Животные, а животные это не умеют делать. Поэтому для них единственная возможность получить органику – использовать ту, которую уже кто-то создал, а значит съесть ближнего своего. Да? Да, про животные. Ну, да, что животные будут есть друг друга, это всё неинтересно. Ну, конечно. Ну, так, стоп, стоп, стоп. Вот это интересное обсуждение, опять же, вот, мегаболит 21 века. Оно что с вами, не животное? Не животное. Вот вы говорите, сначала животное и животное, а потом к нам на стол. Это что, что-нибудь новенькое? Мы просто один из вариантов животных, не более того. Значит, ну мы все явно это своё характеристики, то есть лопаем всё, что шалеется и дальше. Столько и всего. А теперь давайте смотрим. Если здесь окна жизни такая чудовищная, то какое количество живых организмов, кроме того, что живёт, погибает здесь или днится в времени? Очень большое. Что должно происходить с каждым погибшим организмом? Ну, как из-за локации начинают. Да он и разложиться начинает, это разложение. Что за процесс? Кого, кем? Бактериями. Бактериями, классно. Гнилостная бактерия. В результате остатки погибших существ скатываются вот здесь. И здесь с ними работает гнилостная бактерия. Справочка. Гнилостная бактерия, кислорода дышащая. А это значит, что с количеством кислорода в таком водоёме? А он кончается. Всё, ребят, привет. Это непроходимая проблема. Водоёмы на нашей планете делятся на две группы. В тех водоёмах, где много еды, что с количеством кислорода? Мало. Мало. Куда он делся? Гнилостная бактерия всё используется. А в тех водоёмах, где много кислорода, что с едой? Мало. Мало еды. Вот такая группа будет называться. Эф-тропная водоёма. А так, где легко дышится, зато почти нечего есть, олиготропная. Да? Значит, большинство рыб, это обитатели как раз олиготропных. Где мало еды, но много кислорода. А вот одна группа приспособилась к этому. Значит, они что сделали? Они ввели дополнительный орган получения кислорода. Кроме того, что получаем кислород через жабры, мы что делаем? А мы время отверстия всплываем и глотаем часть воздуха. Только направляем дальше не в кишечник, не в желудок, в кишечник. А у нас от глотки выросли вот такие карманы. Пищевод мы зажали, и глотка протолкнула, глоток воздуха, в этот карман. А по стенкам кармана сетки кровеносных сосудов. Значит, можно ли теперь кислород из этого пузыря воздуха перевести в кровь? Можно. А когда он кончился, а я выпрямил этот тропотный пузырь, всплыл и проглотил следующий пузырь. Какие органы произошли? Легкие. Легкие. Легкие, это, конечно, рыбие изобретения. И не всех подряд рыб, а тех рыб, которые осваивают их тропотные подоемы. Смотрите, совершенно гениальная возможность. Еды сколько угодно, а от недостаточно кислорода избавились. Значит, вот такой гордый, толстый обитатель в кровь не водоема. Следующая проблема возникла, почти непроходимая. Здесь же масса растений. А это значит пустые зарубства. Ну и представьте себе, что ваша задача быстро пробежать через пустые зарубства и пустарники. Как вы будете бежать и даже идти сквозь зарубства и пустарники? Ну как, просто вот так подняться головой вперед? Да, как машина сдвигает ветки. Раздвигая ветки. Хорошая идея, самая рациональная. Да и давайте подумаем, вот такая рыба. Она своими плавниками вееральна. Раздвинуть что-нибудь может? Нет. Нет, веер совершенно как-нибудь беспособен. Что делаем? А мы делаем вот, что ставим раз, вот здесь сустав, дополнительный участок, два дополнительного участка. То есть конечность делаем складной. И у каждого сустава свои мышцы. В результате плавники пока необычные полные. Каждый плавник на вот таком выступе, мясистой ножке плавника. И только в конце небольшой участок складников необычайно. Внутри мясистой ножки складной скелетик. А вот такими плавниками раздвигать заросли можно? Очень удобно. Хорошо. А еще у них одна возможность есть. Мелкий водоем в тропической зоне. Всегда ли останется заполненной водой или нет? Нет. Пересыхать будет. Если у вас рычажные плавники, как можно их использовать в случае пересыхания водоема? Ходить. Значит, конечно, для передвижения посудшим. Вот такими веерными плавниками пользоваться почти нельзя. А рычажным вполне. Вытянув вперед, сложим. Вытянув в стороны, сложим. Так складывать веер, вот такое складывание, ничего не даст. В результате, вот они, наши прески. Наземных позвоночных. Кто знает, как называется эта группа рыб? Кистеперая рыба. Кистеперая рыба. Именно от кистеперых рыб происходит первая тетроплода, первая наземная позвоночная, амфибия. Амфибия, на самом деле, от рыб отличается очень мало. Легкие изобрели кистеперая. План комичности вот такой возник у кистеперых. Правда, возникает две сложности. Как по-вашему, силу мышц, которые вот в этих плотниках у кистеперых рыб, достаточно ли для того, чтобы хорошо бегать по суше? Нет. Ну, конечно, владея же амфиментовой силы работает, мы про это говорили. Поэтому, будет ли нормально двигаться по суше к большой скорости кистеперая рыба, которая выглазла из водоёка? Нет. Нет. А плюс к этому, у всех нормальных рыб, в общем-то кистеперых, голова неподвижна соединена с курищем. Вот голова, вот курищем, вот череп, вот позвоночник. При этом, прямо за последней жертвовной щелью, идут два таких больших, свертообразных, скелетных элемент. Это основа, которой будут крепиться грудные логики. Называются такие кости клейтрума, но это не так важно. Между двумя клейтрумами, вон так же, что проходит здесь? Вот так. Пищеводка, ну сначала глотка, потом пищеводка. А вот здесь, вот в брюшной стране между клейтрумами, а здесь сердце. Сердце у всех кордовых должно находиться сразу за глоткой. И кончилась глотка сразу перед кардиальной областью. Обратите внимание, если у вас передние конечности через клейтрум связаны с черепом, может ли рыба крутить головой? Нет. Нет. То есть, если вы взяли и провели от плеча к голове, так, взяли и приклеили две рейки, причем не спадыши, так что сдвинуть нельзя. После этого можете ли вы как-то повернуть голову, не поворачивая туловищу? Нет. Никак не можете, рыба от него нет. Что происходит при выходе на сушу? Ну, сдвигаются они по суше пока не очень уверенно. Почему? Новая среда архимедово-силы перестала действовать, конечность слабенькая. Есть такой рыбе, подошла сзади палеозойская многоножка, а эти друзья были больше метра длиной и толщиной в мою руку, так, и с челюстями, которые там чуть ли не железные листы, мощные звери. Подошла многоножка сзади, и сзади стало есть. Если бы это было в водоеме, так, чтобы достаточно было сделать рыбе для того, чтобы развернуться и отразить атаку. Одно движение хвостом, поскольку тело-то ничего не лисит, и вокруг центра тяжести я развернулся головой, и дальше нападающим, мало не подажится. Потому что у меня у самого зубы есть, и я достаточно мощный и быстрый. А вот теперь, такой маневр на сушу можно повторить? Нет. Нет. Единственное, что можно, это медленно переступая, вот так разворачиваться. Хорошо, а многоножка в это время идет вслед за хвостом, продолжает его есть. Если уж осваивать сушу, приходится отказаться вот от этой связи. Клейтер укорачивается. В результате плечевой сустав теряет неподвижную связь к черепу. Так, первый позвонок, вместо того, что перерастает в черепу, обретает здесь суставную поверхность. В результате какой новенький отдел тела возник? Шея. Шея. Шея – это участок, который должен подвижно соединять голову и туловище. У исходных позвоночных шеи нет и не может быть. Появляется только вот этот рот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова